Кратко про Готику 2 Зачем я здесь? Ты привлек наше внимание тем, что завоевал доверие одного из наших друзей Съебался с моей комнаты, я играю в проклятые земли Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики Сегодня мы продолжаем наше веселое путешествие по злачным местам Хориниса И я, ваш верный гид Беглый каторжник Спешу скорее ознакомить вас с этой замечательной историей Несмотря на то, что я играю в первый раз и вообще в душе не ебаю, что тут происходит Лучше бы как раньше делал видео по играм, которые уже до этого проходил Чтобы не шарандаться туда-сюда, как первокурсник в ПТУ имени Закона Божьего Как вы помните, мы остановились в логове гильдии воров Где атаманша Кассия, обвисшая Сисия Дала нам задание незаметно умыкнуть кольцо у алхимика Константино Но по некоторым обстоятельствам у нас мало опыта, чтобы качнуться в скрытность или взлом А журнальчиков из Фолоча тут еще не подвезли Так, а что мне делать тогда сейчас? Чтобы заработать достаточное количество очков опыта на все это, мне надо как минимум потратить очко свое Мы можем поискать сторонние квесты в городе, чтобы хоть немного заиметь драгоценной экспы Но этого все равно будет недостаточно А более-менее слабые животные, обитавшие на территориях от башни Ксардоса до Хориниса Уже давно скосплеили жертв Красного Комиссара Простите за подобные шутки, просто я дальний потомок руководителя НКВД у СССР И подобные рофлы не что иное, как отголоски родовой памяти Делать нечего, берем себя за жопу и бежим навстречу приключениям Стоит подметить, что в первой части некоторые очередняры местной фауны с легкостью отлетали от нашей руки В то время как во второй уже с легкой подачей отлетаем мы Взять в пример падальщиков В первой части уже в начале игры мы могли делать из них очень нежные котлеты по-киевски Но тут даже спустя столькие часы геймплея они могут разложить нас на плесень и липовый мед Поначалу я подумал, что качнулся не в сверхчеловека, а в имбецила Но как бы не так В комментариях писали, что такой странный баланс сюда вносит дополнение Ночь Ворона Из-за чего мы медленнее качаемся и просто никчемный по атрибутам Прямо как вжи Это очень смешно Это Это настолько смешно Что у меня потекла желчная подлива От хихишки и хахашки А все живое имеет неплохие бусты к урону и хп Но вот что забавно Человек, прошедший первую готику, не будет особо ворчать на сложной второй части Так как в принципе привык к частой смерти и постоянным загрузкам Он поймет, что это норма и просто надо быть осторожнее и не выябываться А то не успеешь очухаться, как вместо мощного воина-двуручника ты станешь лохом с ипотекой, двумя детьми и геморроем размером с кулак А вот новичок незнакомый серии и зашедший сюда в первый раз будет немного удивлен тем, что игра относится к нему как к бездарному унтерюгенту и вообще будет ему в лицо харкать при первой же возможности И таким макаром шанс, что он пройдет дальше Хориниса крайне мал Разве что он наплюет на все и пойдет смотреть прохождение в интернете, тем самым из говняков себе весь игровой опыт Фу таким быть По той же причине я не загружаюсь и не перепрохожу плохие выборы в квестах, как это было с тем же самым Кантаром, который сдал меня Урод, чтоб ты сдох У меня была возможность помочь Саре, но я решил красануть и вот к чему это привело Просто тут все слишком как в жизни, а ИРЛ такие плохие поступки привели меня к тому, кто я есть сейчас И я очень благодарен тем, кто кидает мне советы, как лучше проходить игру, где лучше юзать баги, чтобы пробежать мимо охраны на воротах И почему я дебил, что выбрал ремесло охотника, а не кузнеца Ведь там, через баг с другим кузнецом можно озолотиться, ух А еще сорян, что я не оббежал пол карты, дабы добраться до Хориниса ради получения кучи опыта от Лореса за альтернативный путь в город Я просто не мог знать об этом в первое прохождение игры Возможно, если бы я прошел игру пару раз и лишь тогда начал бы делать видео, то я поведал бы вам обо всем этом Но на данный момент имеем, что имеем Ладно, хватит, бу-бу-бу Выбегаем на пушку, где находим место битвы Вау, сколько тут халявных стрел, вот бы я еще умел стрелять Неподалеку замечаем купца Эрола Из разговора с купцом мы узнаем, что товары предназначались на продажу в город Но на него и его людей напали бандиты, из которых живых остался только Эрол Хорошо, что я еще не забыл свой коронный хук справа, иначе я тоже был бы мертв Сам товар был не особо важен купцу, за исключением трех каменных табличек, которые теперь находятся в лапах бандитов Купец слезно просит нас вернуть ему эти таблички, или хотя бы найти другие взамен, чтобы сохранить свою репутацию В награду он обещает научить нас одному из своих приемов рукопашного боя Хотя лучше бы он мне в награду купил Игор на гейб-стор Если Эрол так любит торговую деятельность, то почему бы ему не поиграть в божественные экономические симуляторы? Например, тут можно приобрести Тропику 5 с двумя бебеями на обложке Или же можно купить Сити Скайлайнс за... 175 рублей? Минуточку Также здесь можно взять игру для симуляции выживания в сибирском Ебенграде Где мои подписчики имеют постоянную работу и полноценную кормежку контентом Гейб-стор, ссылка в описании к видео Как оказалось, две таблички для Эролла у меня уже были, а вот третью нужно еще найти Находим неподалеку храм огня магов, откуда забираем третью табличку и возвращаемся к купцу Отдаем таблички и узнаем, что под формулировкой фирменный удар игра имела ввиду плюс один к силе О МАНЬ КААААА Вау, я получил целую единичку за три таблички и куча комментариев, что я дебил и мог эти булыжники пустить по иному пути честный обмен и ролл уходит по своим делам а мы двигаемся дальше около таверны встречаем нашего знакомого пирата грега вы только посмотрите мальчик ты как раз во время у этого сквалыги все опять не слава богу денег нет еды нет оружия нет а еще какой-то мегафегет слишком много задает вопросов золото всем нам нужно золото возможно но чтобы ты сделал если бы она у тебя было уверен ты спустил бы его пока бокам и борделям а у тебя конечно есть мысли получше да ты бы залез от страха под камень если бы узнал кто я такой так что прекрати болтать или я отрежу твой неугомонный в обычной ситуации я бы с радостью послал его на три буквы за такое обращение к нам но из-за его манера речи и характера он мне все больше напоминать типичного ботяню который помыкает сынкой и периодически дает ему оплевух но не со зла а ради рофлов и полезного жизненного опыта для нас грег ищет некого бывшего заключенного из старого лагеря но без финансов дело стоит на месте так что пират решает найти свою заначку взяв нас в сопровождение ищера для меня слишком опасно я хочу чтобы ты мне помог добираемся до пещеры где грек вручает нам кирку и пожелание не сдохнуть пока он тут будет стоять и беломор смолить ну и чего ты ждешь иди внутрь и забирай вещи как оказалось пещеры место обитания высокоинтеллектуальных юных умов которые много чего понимают жизни правда несмотря на свою умственную и физическую недоразвитость первый раз они со мной поступили также как с ними поступил омон на митингах батя помоги тут какой-то со мной гоблин слэр происходит находим крест и откапываем кошель золотом кажется я кое-что нашел на выходе нас ждет переодетый нетерпеливый грег требуя скорее дать сокровища кто ты там так долго делал нюхал клей нет блять футболку получив желаемое грег дает нам наводку на несколько мест и никами где он закопал свои вещи наша задача откопать их и принести ему игра не просит нас искать все и сразу так что будем выкапывать по мере прохождения желаем этому булдыге не сдохнуть страшных мучениях от переизвытка дешевого пива в крови и идем дальше по пути натыкаемся на дом уже знакомого нам торговца эрола узнаем от трагаша что он следуя примеру анара тоже решил обезопасить себя от проблем путем найма каторжников для охраны в дома в его отсутствие ну пойдем поздороваемся посмотрите кто у нас здесь я тебе случайно не знаю а кто спрашивает я бастер один из наемников ли и тебе лучше быть повежливей со мной а не то мне придется поучить тебя манером ладно что тебе нужно здесь я знаю ли все знают ли это ничего не значит приятел сейчас ты разговариваешь со мной итак куда ты направляешься как скажешь я хочу увидеть лендлорда да ты не кажешься мне таким уж опасным я тоже убил парочку другую твари ты наверное прихлопнул несколько долгоносиков на поле и выгнал парочку крыс из их нор а мы здесь имеем дело с орками да и с этими коварными городскими стражниками ты имеешь ввиду настоящих орков этих больших тварей я имею ввиду минутку ты что издеваешься надо мной даже и не думал дальше диалог продолжать бессмысленно все равно ничего кроме оскорбления не получим оди отдохнув и набравший сил в хибаре у и ролла выдвигаемся дальше добрый день чё хрюч ну давай давай в центре поля замечаем пещеру с халявной экспой так тих 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 сынку так на меня кляти дураканы разобравшись с хищниками встречаем наемника фестера этот парниша малость фуфлыжничал и не выполнил обязанности за которые она платит ему так что в наказание его отправили очистить пещеру с пылевыми хищниками которую по счастливой случайности мы уже зачистили навязываемся в напарники идем навстречу приключениям вот сейчас поржем с его рожи когда он увидит что я там их уже всех убил так вот куда они уволокли мертвых фермеров какая мерзость похоже все эти грязные твари уничтожены пойдем назад что насчет нашего соглашения ты шутишь ты же вообще ничего не делал я думаю тебе не помешает еще одна трепка мне не нравится когда меня обманывают я весь дрожу я весь дрожу хорошо хорошо ты лучший боец чего ты хочешь я думаю тебе не помешает еще одна трепка мне очень хочется посмотреть как ты будешь валяться в грязи никогда не гадали глядя на человека что там у него в голове разобравшись с фестером направляемся на ферму анара и тут нас тормозит синтез и куда это ты собрался парнишка явно хочет навариться но мы же не из робкого десятка а какое тебе до этого дело значит мне придется объяснить тебе это в деталях боже как я заебался тут докнуть от рук тех кому не могу дать по ебалу видимо придется к наемникам позже наведаться обходим их конспиративные хаты и встречаем пастуха пепе эй бедняга расстроен пропаже овец которых жрут клятые волки мне не хочется даже думать что она сделает со мной когда узнает об этом и вроде бы надо было сказать наемникам чтобы его защитили но он чет проебался и теперь сам дурак а теперь когда столько овец пропало я боюсь кому-нибудь говорить об этом но ты только что сказал мне я уже пожалел об этом уверен многие зрители узнали в нем самих себя мы любезно предлагаем нашу помощь с геноцидом диких гавгавочи на что слышим снова издевательство ты сам я не верю это я скорее поверю что мой баран-вожак расправиться с ними забудь об этом это было всего лишь предположение я пойду к парням и посмотрим что они скажут насчет этого подожди минутку хорошо хорошо ты величайший воин и можешь уложить сотню волков одной левой нет проблем вот так то лучше теперь можно пойти на охоту день добрый мои мохнатые друзья я вижу вы тут чилите вон даже и кальян приобрели нормален нормален радуем царя давида приятной новостью что шавки позорной больше не тронут его паству и узнаем что в случае чего мы можем приобрести у него овцу за 100 золотых только зачем мне может понадобиться овца разве что когда у меня родится сын я назову его исак и тогда оставим беднягу с его овцами и двинемся в путь дальше пока мы тут путешествуем хотелось бы с вами вот еще что обсудить а именно местную локализацию на которой я забил болт и теперь просто отношусь к ней с иронией когда бог тьмы пошлет своих приспешников на поиски этот поиск начался давным-давно во время поисков боже какой ужасный перевод дайте мне что-нибудь с хорошим литературным переводом что кто такой блять торбенс этим очень отличался перевод первой готики от снежков да иногда они ради литературности перевода уходили в далекие дебри и тех же самых шадоус из старого лагеря назвали призраками они тенями но это лишь потому что призрак звучит куда лучше чем тень во внешнем кольце есть несколько очень влиятельных людей в основном призраки если сумеешь произвести на них впечатление считай пол дела сделано в то время как переводчики второй части вообще какой-то трэш угар и садамию тут вытворяют из-за чего мы становимся свидетелями криво составленных предложений и крысокротов вместо привычных кротокрысов хотя скажу сразу конкретно к актерам озвучки у меня претензий нет в некоторых моментах голоса актеров подобрали просто идеально как случае с лотаром как ты даже думать смеешь о том чтобы носить доспехи паладина или пиратом грегом если бы я хотел тебе представиться я бы наверное это уже сделал не так ли но опять это все лишь мое мнение и если вам локализация по душе то вы имеете полное право назвать меня утырком без вкуса который ничего не понимает в готике ведь я тоже человек который может ошибаться взять хотя бы предыдущий ролик где я по ошибке назвал мужичка паладином хотя он лишь интендант который следит за их снарягой я интендант и я отвечаю за то чтобы не пропало ничего из находящегося здесь хотя я уверен на сто процентов что не ошибся ведь он уже столько времени тусит с этими ребятами что уже сам знает кучу их фишек рофлов и приколов настолько что может и сам зваться паладином я вот всю свою жизнь живу среди русских что уже и сам могу назвать себя славянином вы только посмотрите на этого молодого человека но сразу же видно типичный не кофе иванович говняка который кстати еще и стримит на твиче так что ну сами понимаете ладно идем дальше дорогие дамы и пчаны в конечном итоге мое любопытство завело меня в лагерь бандитов на входе говорим что знаем их босса декстра и нас спокойно пропускают их лагерь кстати очень даже неплох правда тщательнее исследовать его мне не особо охота то бандиты откусит мне ноги за то что куда-то не туда зашел подобное было с одним парнишкой в нашей школе он случайно зашел в женскую раздевалку и больше оттуда не вышел в одном из домов находим декстра и заводим диалог посмотрите кто пришел великий освободитель что ж герой что ты делаешь здесь я хочу получить ответы на несколько вопросов как оказалось разыскивал нас этот молодой человек для того чтобы принести голову безымянного своему хозяину хозяином оказался ворон бывшая правая рука небезызвестного гомеза также декстер нанимал бандитов для похищения людей из хориницы и прилегающих ферм но вопрос почему же он нас не убивает ведь мы сейчас прямо перед ним бывший каторжник заявляет что раз безымянный всех освободил декстра дает ему шанс на спасение правда смысла воспользоваться этим шансом мы не видим так что и сам напросил пока мы сражались с декстером параллельно на улице шел свой ожесточенный бой лагерь бандитов пытался выжить в борьбе против грега который просто ваншотал всех подряд получил подонок у этого ублюдка нет ни гроша в карманах ага значит декстер свое получил похоже он мертв не могу сказать что мне его жалко проверь что у него было с собой я нашел только это письмо покажи чёрт возьми это мне совсем не поможет нельзя было его просто так убивать как оказалось грэгу нужно было узнать от декстера как переправиться через горный хребет на северо-восток хориницы без корабля но поскольку работяга мертв пират теперь официально попал в просаг на данном этапе мы прощаемся с грэгом пока не найдем все его нычки разбросанные неподалеку именно этим мы и займемся в следующей серии наших замечательных видеороликов следующий эпизод выйдет скоро ибо все наши дела пришли в норму и теперь у нас достаточно много свободного времени для реализации контента так что ждите дорогие мои друзья и кстати в следующем видео мне уже надо будет познакомиться поближе либо с лагерем наемников либо с магами огня если что пишите куда по вашему мнению сходить в первую очередь до скорых встреч мои дорогие друзья пока а